Библейский портал экзегет.ру представляет Следует именно этой версии Но во второй главе, которую мы сегодня читаем Таких добавок почти нет Там маленькие словечки вставлены Я даже не буду на них обращать внимание Прочитаем в еврейской версии и по моему переводу Итак, в первой главе рассказывается о царе Артаксерксе Первом или Великом, который в V веке живет И который разводится с царицей, которая его не послушала Там было празднество, полгода почти праздновали Царица это все надоело, она не вышла один раз По его приказу, он с ней развелся Такой, сразу мы видим Артаксеркс Ну, в общем-то, самодур, если говорить честно То есть, кто эта женщина была, что его с ней связывало Но за одно ослушание он разводится с женой А затем, когда гнев царя Артаксеркса уже утих Он припомнил и поступок царицы вашей И вынесли на ней решение Интересно, что там говорится, он был сильно пьян Когда все это решал Кажется, он проспался И с утра ему приходится это с тяжелой головой припоминать Отроки, служившие царю А он же без царицы остался Ничего погулял, да? Отроки, служившие царю, тогда сказали Пусть поищут для царя молодых девственниц Пригожих с виду Без царицы-то плохо Интересно, что у восточных царей были большие гаремы То есть, совершенно точно он не был обижен женским вниманием И для него это не была проблема Но ему нужна царица для репрезентации такой В чем была проблема с царицей вашей, его прежней жены? Она не вышла к народу показать свою красоту по его приказу То, что царь легко найдет себе там наложниц Сомнений нет, но он должен кого-то выводить и показывать Вот, смотрите, какая у меня царица Итак, Отроки, то есть, его какие-то слуги советуют Пусть царь назначит в каждую область своего царства особых людей Которые соберут всех молодых девственниц Пригожих с виду В укрепленный город Суза Это вот столица, где в данный момент он находится На женскую половину дворца Под началом царского евнуха Хигая Распорядители среди женщин Ну, потом так будут многие восточные дворы устроены Например, в Османской империи Да, там есть, соответственно, кизля рога Это вот главные над женщинами Которые, соответственно, заведуют гаремом И там с ними возятся Это уже было у персов И пусть им дают умощение Соответственно, пусть они себя приводят в порядок И та из дев, которая будет угодна царю Станет царствовать вместо вашти Это предложение понравилось царю Так он и решил поступить Был в укрепленном городе Суза Один иудей по имени Мордехай Вот еврейская версия динамичная Греческая уже ввела его в первой главе Но здесь он у нас только сейчас появляется И мы даже не уверены, зачем он нам нужен Дальше, конечно, это будет понятно Мордехай, сын Яира, внук Шемии Правнук Вениамитянина Киша Которого выселили из Иерусалима Среди тех, кого вместе с царем иудейским Ихонией выселил вавилонский царь на уходоноса Когда Иерусалим был разрушен А то, естественно, много иудеев увели в плен И не все из них вернулись Вот книги Езра Неми об этом рассказывают Но часть осталась У него была на воспитании Хадаса Она же Исфирь, дочь его дяди Племянница На воспитании, видимо, дядя умер Не было у нее ни отца, ни матери И после смерти родителей Мордехай Его удочерил Да, так и есть Девушка была прекрасна собой Пригожа с виду Ну, теперь мы поняли Какое отношение это имеет к истории Да, вот книга Исфирь так постепенно развивается Такой детективный немножко сюжет Когда объявили царский указ По которому собрали множество дев Укрепленный город Сузы Под началом Хигая То Исфирь отвели в царский дворец Хигаю Распорядителю среди женщин Дева приглянулась ему И искала его расположение Он поспешно выдал ей умощение И все положенное И представил семь отборных служанок Из царского дворца Он поместил ее вместе со служанками В лучшем помещении на женской половине Исфирь не сообщала Кто народом из какого племени Ибо Мордехай Не велел ей о том сказывать Да и кому это интересно Нужна красивая девушка Сам Мордехай за дня в день Прохаживался по двору Перед женской половиной Чтобы узнать благополучно Исфирь что с ней происходит Естественно его не пускают туда Он может только прогуляться Может быть она там из окна Через решетку его увидит Может он там спросит евнухов Которые охраняют вход Евнухи это царские слуги Кастрированные мужчины Соответственно им доверяли Возможность контактировать С царскими женами Наложницами или вот невестами В данном случае Девы представали перед царем Артаксерксом по очереди А до того каждые 12 месяцев Исполняло что принято У царских жен Целый год они готовились К этой аудиенции Шесть месяцев натиралось Мировым маслом И шесть месяцев С женскими благовониями И умощениями Представляете себе эту жизнь В гареме Все очень роскошно Наверняка нету Недостатка ни в каких там Продуктах, напитках Удовольствиях Кроме одного Ты сидишь запертая Целый год И мажешь себя Мировым маслом Полгода И полгода Всякими другими И умощениями Лишь бы один раз С тобой провел Ночь царь После этого Дева представала Перед царем Давали ей с собой Все чего не попросят Ну мало ли там Кто споет Кто спляшет Кто там еще чем-то Привлечет царя Она отправлялась С женской половиной На царскую половину дворца Вечером приходила туда Утром возвращалась обратно На женскую половину Под начало царского Евнуха Шашгаза Распорядителя Срединаложниц И более уже не Представала перед царем Но если она царю угодила Он мог призвать ее снова Если не угодила То вот Всю оставшуюся жизнь Она и жила В этой женской половине Да Закрытая уже Видимо Даже и умощаться Ей не нужно было Потому что Одноразовая она Вот Очень печальная история Да То есть На самом деле Эта книга Прежде всего Про то Как в патриархальном обществе Могут очень жестоко Обходиться с женщинами Причем даже с женщинами Которых там не угнетают Которые кандидатки в царицы Да Это мечта Любой девушки Простой А может и не любой Но во всяком случае Многих Когда Эсфири Дочери Дочери Авихаила Дяди Мордыхая Который Ей удочерил Настал черед Отправляться к царю Ничего она не просила Сверх того Что царский Евнух Хигай Распорядитель Среди женщин Назвал ей сам Ну то есть Никаких она Особых Ухищрений Не предпринимала Ну вот Она покорна Своей судьбе Ну пока Да Кто не видел Эсфирь Чувствовал К ней расположение Эсфирь была отведена К царю Артаксирксу На царскую половину Дворца В десятом месяце Это месяц Тевит Седьмого года Его правления Да Время идет И царь там Развлекается Развлекается Царь полюбил Эсфирь Более прочих жен Она снискала Его благоволение Более прочих дев Интересно Почему Вот Благочетивый человек Скажет Потому что Благодать Божия Была на ней Нужно ли это Каждый раз Расписывать Или просто Вот такая Приятная девушка Не только красавица Ну красавицы они все Но Какая-то вот добрая Обходительная Разумная Вот мы не знаем А так ли это важно Книга не об этом Она нас немножко обманывает Нам кажется Книга о феминизме И о том Как надо бороться За права женщин Или нам кажется Книга О царском персидском дворе Какой он богатый Роскошный Как он сложно устроен И интриги в нем развиваются Книга о чем-то другом Значит Она снискала Его благоволение И он возложил ей на голову Царскую корону И сделал царицей Вместо вашни Это его прежняя Главная жена Прежняя Великая царица Которую Он сместил В первой главе Описано Царь устроил Великое празднество Для правителей И служителей Празднество В честь Исфири Он объявил Праздничные дни И по областям Раздавая подарки С царской щедростью Богатая у него казна Когда стали во второй раз Собирать дев Мордыхай как раз Занимал пост У царских врат Исфири тогда Не рассказывала О своем происхождении Какого народа Потому что Мордыхай ей не велела Приказы Мордыхая Исфири соблюдала Ведь она была Его воспитанницей Еще одна деталь Она девушка Которая послушна И не лезет Никуда вперед Не собирала Там каких-то Особых Привлекательных Вещей Там не знаю Музыкальных инструментов Нарядов Чтобы перед царем Предстать И Мордыхая слушала Как раз тогда Мордыхай Занимал пост У царских врат Ну Очевидно Там следил Фильтровал Приходящих Битган и Тереш Двое царских евнухах В изнутренней страже По злобе своей Замыслили Убить Артаксеркса Мордыхай Развязывал их замысел И сообщил о нем Исфири А Исфири поговорил С царем По поручению Мордыхая Греческая вставка В первой главе Рассказывает Немножко другую историю Что два евнуха Там Замышляли И Мордыхай Услышал их разговоры Да Но неважно Общий смысл Все равно тот же самый Судя по всему Греческая более поздняя И она не очень нужна Даже для Основного повествования Дело расследовали Заговоры раскрыли Обоих заговорчиков Повесили на дереве И занесли это В летопись В присутствии царя Ну вот Пока непонятно С чем кончится Интриги Еще особой Даже нет В третьей главе Она уже появится В третьей главе